Итак, погнали! 10 правил против старения. Я сейчас буду начинать с самого важного и так потихонечку спускаться вниз. Самое важное – это мотивация. Потому что если нет мотивации, то нет никакого желания быть красивой. Обычно, когда девочка выходит замуж, девушка выходит замуж, рожает ребенка, и она даже располнила не потому, что у нее какие-то гормональные изменения и так далее, а у нее больше нет никакой мотивации. То есть она приняла для себя внутреннее решение, что все, теперь буду стариться. Кстати, про это тоже скоро будет ролик, когда человек ничего не хочет. Пожрал, посрал, поспал. Пожрал, посрал, поспал. Про мужчин буду говорить, про таких пассивных очень. Но это с девочками происходит часто тоже. Или, например, пока я родила одного ребенка, я еще в своей голове думала, ну а вдруг? Ну вдруг что-то у меня сложится с моим начальником Володькой на работе, к примеру. Мне хотелось для него быть красивым. Вот это вот, кстати, такой обман, что вот я хочу быть красивой исключительно для себя. Мы не только для себя хотим быть красивыми. Правильно? Если бы мы не выходили из дома, навряд ли мы прям такими звездами бы хотели. Нам все равно хочется себя презентовать. Нам хочется на других посмотреть и себя показать. И это совершенно нормально. Соответственно, вот эта вот мотивация, так вот возвращаясь, например, к этому ребенку. Вот пока я родила одного ребенка, я чувствовала, что я еще нужна мужчина. Родила двух, как будто бы вот уже нужна меньше. А родила трех, поняла, что ну вот кто меня возьмет вот с этим выводком, с моим пионерским отрядом? Никто. Буду всю жизнь я жить со своим мужем, потому что очень часто мужья, они быстро обесцениваются. Как бы кажется, ну все же, чего уже? Живу, ну что, так и буду, что ли? Всю жизнь жить вот с этим вот, не знаю, Василием каким-то там, да? Вот этот Василий смотрит на меня, я на этого Василия. Вот сколько ты, мы же прожили там, не знаю, 12 лет вместе, к примеру. И пропадает вот всякая какая-то, если нет никакого любовника, если нет никаких наметок на этого любовника, если нет никакого интересного тренера в каком-то моем тренажерном зале, да? Если какого-то такого человека нет, то как будто бы нет вообще никакой мотивации. Или может быть он и есть, но вот я опять же говорю, вот эти мои трое детей могут говорить мне о том, что куда ты лезешь? Все уже, ложись в гроб, накрывайся крышкой, иди, огурцы там себе, соли, маринуй, вернее, соли, маринуй, грибы маринуй. Поэтому вот этот вот мотив, это самое главное, для чего мне быть этой красивой, понимаете? Поэтому сформулируйте, пожалуйста, вот эту мысль, для чего, для кого вам это нужно, быть красивой. Второй момент, короче говоря, это место жительства. Так, значит, а что я хотела сказать? Ну ладно, бог с ним. Место жительства. Обращали ли вы внимание, когда вы приезжаете в какое-то такое, ну, загородное место, или куда-то едете на юг, вы там хорошеете? Обращали ли вы внимание? Вот когда вы оставите в своем городе, просто не работаете, просто вот я, например, с Питера, да? Ну и что? Ну не работаю. Вот я приехала в этот раз на месяц в Питер. Что вы думаете? Я просто слегла. Я, у меня там квартира в Питере моя, я пришла в свою квартиру, легла на кровать и пролежала там целый месяц. Я не могла поднять голову даже. Там какая-то жуткая экологическая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, просто жуткая. Мне кажется, это все так тайно скрывается. Потому что я увидела до сих пор лежит эта жуткая помойка, просто километровая, которая воняет. И они, знаете, что с ней сделали, с этой помойкой? Они ее прикрыли пакетиками. Как будто если они эту свалку вонючую, загородную прикроют пакетиками, уже все будет гораздо лучше. Когда я пришла на залив погулять, я так любила гулять по моему заливу, я приехала на Финский залив погулять, я увидела мертвую лужу. Мертвую лужу. Вместо песка я увидела какой-то грязный какие-то, я не знаю, может быть, мне после Карибов кажется, что все таким ужасным мне показалось. Я не знаю, может быть, после вот такого сравнения, но оно было колоссальным. И я увидела, что за 4 года, я 4 года уже в России не жил, я увидела, что за 4 года все стало очень плохо, плачевно, вот в экологическом смысле слова. Бог с ним там, что там что-то дома рухнули, там все это рухнуло. Это уже не важно. Сама экология. И мне страшно, что скоро в Питере будут рождаться дети с тремя ногами, с рогами какими-нибудь и так далее. Потому что Санкт-Петербург сейчас выходит уже на первое место по количеству онкологии. И по смертности. Вот, очень страшно. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, кто живет в Питере, старайтесь все-таки ближе ехать жить к лесу. Вот, отъезжайте. Потому что у меня, например, мама на Петроградке живет, там просто я вообще не понимаю, как она там дышит. Так вот, к чему я веду? Вот про нашу внешность, про нашу молодость. Соответственно, ну в Санкт-Петербурге очень сложно сейчас будет долго прожить. Сложно. И быть здоровым сложно. Вот я еще смотрю, то поколение советских людей, я про маму, они такие еще крепкие, как бы еще они держатся. А вот молодежь, они уже такие все чахлые, бледные, зеленые и так далее. Так вот, плюс питание, совершенно оно просто жуткое какое-то, то есть там нет этих продуктов. Приходишь в ресторан, в любой ресторан, неважно, в самый дорогой ресторан, ты ешь еду, а в еде нет еды. Вы можете себе представить? В еде нет еды. То есть это не рыба, это не мясо, это какое-то жалкое подобие какой-то морепродуктов, какое-то жалкое подобие каких-то фруктов. Это жалкое подобие каких-то, это как будто бы сделано из какой-то трухи просто, как муляж какой-то. То есть внешне будут красивые тарелочки. Там могут тебя называть господин, госпожа, что ли, изволите, салфеточки, все это. Но само качество вот именно продукта в Москве еще более или менее, более или менее, но в Питере это вообще, короче говоря. Ну вот, экология. Так вот, что я хотела сказать, значит, вот городские женщины, главным образом, да, вот вы наверняка замечали, что когда вы едете, допустим, на две недели в отпуск куда-нибудь на море, вы прям такая красавица, такая прям вкусняшка, что вот сами от себя возбуждаетесь. Но как только приезжаете опять в свой город, он мгновенно исчезает, весь вот этот вот лоск, да, весь этот загар, вся эта упругость, вся эта красота. И опять... Я не представляю, как можно быть в Питере красивой. Не представляю. То есть, короче, за месяц я превратилась в старуху. За месяц. Можете себе представить в Питере? Я смотрю на свою супругу, я говорю, Коля, ты просто стал пердуном. Он говорит, а ты вот пердун. И мы как два старичка каких-то там, значит, пердели лежали. Вот и все. Вот чем закончилась поездка в Санкт-Петербург. Мы еле уползли. Мы не сняли в Питере ни одного видеоролика. Можете себе представить? Ну вот я не села и не толкнула речи ни разу в Питере. У меня просто не было сил на это. Вот и все. Поэтому это очень важно, перебираться. А воду? Я включила воду из-под крана. Что льется, какая вода льется в Питере из-под крана? Она воняет какими-то тухлыми яйцами. От нее тут же у меня на следующий день стали желтые зубы, у меня стали выпадать волосы, какая-то сыпь. То есть, когда ты постирал одежду в стиральном белье, она желтая. То есть, все мои белоснежные вещи стали желтыми сразу, такими вот мерзко серо-желтыми какими-то. Так вот, я про то, что это нужно, видимо, куда-то, я не знаю, какие-то суперфильтры какие-то ставить на эту воду, которые должны где-то... Я не знаю, как это вообще. Если нечего пить, нечего есть, нечем дышать, нет воздуха. Ой, короче, все печально. Ну вот, это про Питер. Поэтому, если я приеду жить в Питер обратно, то я, по всей видимости, поселюсь где-нибудь в лесу, в избушке какой-нибудь. На курьих ножках и буду там как-то это разгуливать с лукошкой. Ну ладно, значит, это вот этот момент. Согласны же вы со мной? Ну это абсолютно очевидно. Абсолютно очевидно. Когда вы даже приезжаете, элементарно там в Крым или куда-то там в Испанию, даже в какие-то ближайшие места, вы видите, какие там вкусные фрукты, правда? Какие вкусные овощи, какое вино шикарное там, правда? Вода какая течет из-под Крыма. Ну и в Крыму я не знаю. В этих местах точно. Короче, ладно, следующий фактор, такой момент. Работа. Замечали ли вы, что женщины, ваши ровесницы, те, кто работает, прямо работает, выглядят на 20 лет старше, прямо паханые в хлам женщины? Видели ли вы такое? Вот я это вижу. Мои одноклассницы, я вот вижу, что она рабочая женщина, вот такой груз, такой вот слой вот этой работяжской какой-то тяжести висит на ней. Поэтому это тоже очень важно, да? Оптимизировать свое рабочее место, делегировать и вообще его менять, и думать над тем, что насколько мне, насколько я от этого получаю удовольствие, сколько часов в неделю я работаю, как на меня это влияет и так далее. Это очень-очень важно. Ваша работа. Следующий момент, потому что пока ты на этом метро доедешь до этой работы, пока ты до этой маршрутки доедешь, да, ты уже постарела на целый год. Вот и все. И обратно вернулась еще на один год, постарела. Ну и там просидела, тоже постарела. Соответственно, вот эти вещи учитывайте все. Так, четвертый момент – это ЗОЖ. То есть чем старше вы становитесь, тем больше вы должны приближаться к теме ЗОЖа. Конечно, если брать ЗОЖа, ЗОЖи в общем их понимании, в таком ярком понимании, то мы увидим обратный эффект. Наши ЗОЖи ярко выраженные, они наоборот старятся очень сильно. Они такие изможденные, иссохшие, все со своими там кислородными какими-то голоданиями, этими зелеными соками, детоксами, какими-то программами и так далее, похуданиями. Они выглядят очень-очень плохо. Вот мы эти ЗОЖи не будем брать. Но будем понимать здоровый образ жизни вот именно вот в его таком классическом, усредненном понимании слова. Хорошо? Так вот, чем старше вы становитесь, тем большим ЗОЖом вы должны становиться. Это касается абсолютно всего. Количество вашего сна, качество и количество вашего питания, пребывание на свежем воздухе, спортивные какие-то там мероприятия и так далее и тому подобное. То есть это некий целый образ жизни. Рано ложиться спать. Вот я спать ложусь уже в 8 вечера, зубки чищу свое. Встаю в 6 утра. Вот так вот, как уже, как это. Как бабулька. Сегодня у нас, кстати, будет в Мексике тусовка. День Мексики. Будут парады и так далее. Может быть, я даже сегодня не буду спать аж до 10. Попляшу. Вот. Значит, дальше мы переходим. Секс. Значит, секс нужно побуждать себя на это дело даже вплоть до того, что вот за шкирку, за шиворот заниматься сексом. Потому что если вы не будете заниматься сексом, ваше тело очень быстро поймет, что, ага, ну, значит, незачем вырабатывать больше никакие полезные гормоны, значит, незачем больше там никакую смазочку вырабатывать, незачем клеточки никакие обновлять. Она, наверное, уже и не нуждается ни в чем. Ну, ладно, будем ее старить. Вот и все. И вы будете превращаться в бабушку. Значит, чем больше вы будете заниматься сексом, ну, никак чем больше. Ну, да, 2-3 раза в неделю это хорошо, достаточно. Значит, если вы будете заниматься хорошим сексом 2-3 раза в неделю, в организм будут поступать импульсы, а главным образом в головной мозг, что, ага, она, наверное, молодая девочка, она, наверное, планирует рожать еще детей, ну, да, тогда надо гормональную, как бы, ей функцию максимально начать ее активно прорабатывать. Значит, человек хочет жить. Да, вот это вот, кстати говоря, про желание жить, это тоже самое главное. Желание жить, потому что люди очень часто умирают, потому что они выбирают бессознательно умирать. Ну, что, что уже жить? Скучно уже мне все становится, да, уходит вот от телевизоров какой-то и так далее. В общем, секс и еще раз секс до последнего вздоха. Пока дышите, значит, вы занимаетесь сексом. Дальше. Всякого рода активность и вовлеченность в жизнь, да, скажи жизни «да». Скажи жизни «да». Говори «да» всем импульсам, которые приходят к тебе. Это, конечно, очень утрировано. Я вот рекомендую посмотреть фильм с Джимом Керри, всегда говори «да». Это очень утрировано, но, однако, сама суть хорошо прослеживается. Не вот это вот «нет, в следующий раз, потом, не надо», а именно проявляйте максимальный интерес к жизни. Вовлеченность, да, вот это эмоциональное, духовное, интеллектуальное развитие. Всем интересуйтесь, читайте, смотрите, катайтесь, узнавайте, покупайте новые поездки на любую активность. Короче, в любой блудень и в любой кипиш. Да, 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 только да. Поменьше вот этой какой-то, этой самой. Значит, дальше. Всякого рода внешняя оболочка. Старец седина. Кто-то мне написал, «Вероника», и вот такая вот явно, знаете, такая «эээээ». «А почему вы не отрастите полностью свои седые волосы? Это вам же будет великолепно! Великолепно будет полностью отрастить вам седые волосы». Представьте, вот мне так интересно, Вот из каких чувств человек это написал, да? Я сейчас, кстати, еще прочиту вам один комментарий, который вчера меня просто ввел в состояние, как сказать, ввел в состояние сомнения, что начинаешь в себе сомневаться. Сейчас я его прочитаю. Короче говоря, значит, всякого рода седина, большие начесы, очень яркий макияж. Видите, я сейчас все меньше, 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 меньше начинаю делать макияж. Значит, чем старше ты становишься, тем меньше этого макияжа. Короче говоря, все экстра, какие-то экстра ногти, экстра начесы, экстра яркий цвет и так далее, он старит. Дальше всякие бабские одежды. Я надеюсь, эта кофточка не будет бабской. Посмотрите, я же должна быть как английская принцесса. Я собиралась, по крайней мере. Надеюсь, она не бабская. Может и бабская, хрен его знает. Короче, ладно, неважно. Соответственно, видите, я стараюсь больше носить рубашки. То есть рубашки, он как бы такой стиль нивелирует бабизм. То есть бабизм он тоже все равно прорывается, правильно? И чтобы вот этот бабизм как-то его немножечко смягчить, вот я одеваю эти рубашки. И бабизм как бы уходит от мужской рубашки. Ну какой уже бабизм, раз там мужская рубашка? Соответственно, вот. Что касается всяких ботоксов и так далее, и этих вещей. Это нужно делать, если и делать, то очень осторожно, потому что зачастую это напротив старит. Почему я не делаю эти ботоксы, но я собираюсь делать не ботоксы, меня очень интересуют всякого рода нити, я вот сейчас смотрю очень много, меня интересуют не липосакции, когда липолитики, меня интересуют какие-то... Ведь еще не интересуюсь особо этим так вот прям сильно, поэтому не владею информацией. Короче говоря, но я присматриваюсь к косметологам и думаю, когда пора и так далее. Пока я не хожу ни на какой массаж. Значит, последний раз я была у косметолога лет 12 назад, и мы делали с ней мезотерапию. Пару раз это было, мне говорят, неужели вы никогда в жизни не кололи лицо? Я не колю лицо ничем. Вот я говорю, я делала 12 лет назад, это было 100 тысяч лет там назад, я делала пару раз мезотерапию, это не давало никакой эффект вообще. То есть это вот как-то слегка освежало, чуть-чуть лицо, цвет лица слегка освежало. Все, я больше ничего никогда не делала, понимаете? И массаж даже не хожу не делаю. Вот на дых походить на массаж, я делаю только эту самую, как его, фейсбилдинг. Так вот, почему я это не делаю? Мне не нравилось это на моей маме и на моих подругах. Я видела, как походы к косметологу их уродуют. Это не значит, что косметологи уроды, у них руки и жопы, хотя и такие тоже есть. Это говорит о том, что это были неправильно подобранные процедуры на данном случае на лица, по большей части. То есть им это было не показано. Например, вот у моей мамы, у нее такая же мясистое, как бы мясистое такое же лицо, как у меня. У нас много жировой прослойки, очень много в лице. Преимущество этого, то, что кожа не истончается, она всегда очень такая турбур хорошая, упругая. Так вот, она в эти щеки стала, что там она там стала? Ботокс, филеры ставить. А на нашу мордатость нельзя ставить филеры. Нельзя. Нельзя ее обкалывать никаким ботоксом. Она начинает становиться такой отечной, как забулдыгой такой. Понимаете? Нельзя трогать эти губы, они будут тоже забулдыжные такие. Соответственно, когда я смотрела на своих подруг, вот на эти забулдыжные лица, такие вот пропитые пьяницы, как будто бы отекшие, я все время говорю, что вы, боже, я говорю, мама, ну хватит этот кошмар, мама, ну что ты делаешь, остановись, остановись, остановись. И подругам тоже, понимаете? Так вот, я понимаю, что это можно делать, но очень-очень осторожно. Я хотела прочитать письмо одной подписчицы, не письмо, а комментарий. Она мне оставила комментарий. Я сейчас еще сделаю пост в Инстаграме на этот комментарий, потому что это что-то. Такой жесткий газлайтинг. Послушайте. Значит, это пишут очень часто, такого плана. В Инстаграме пишет девочка мне. Открытый комментарий. Все, пишу, читаю. А зачем обманывать про ботокс? Ну что тут такого? Век красоты. Нормальное явление. Все мы к нему приходим в том или ином возрасте. Вы великолепно выглядите. Но очевидно, что уже делали уколы красоты. И не просто массаж подбородка. Он заострен у вас. А у вас, возможно, ли политики уже кололи. Почему вы этого стесняетесь? На лбу у вас нет характерной мимики. Мне очень нравятся ваши видео. Недавно начала смотреть. Но я за правду и искренность. Доверие вызывает тот психолог, который говорит правду. Так вот, что я хочу сказать? Что это такое? Во-первых, очень интересно, какие девушка испытывала чувства. Из какого чувства она писала вот этот комментарий. Это нам с вами интересно. Мы же увлекаемся психологией. Что за мысли были у нее? То есть какие мотивы? Какое побуждение было на самом деле это писать? Ну вы знаете же, я очень откровенный человек. Правда? Соответственно, как вы думаете, зачем она все это написала? Так вот, какой эффект это имеет, скажите? Это газлайтинг. Самый настоящий. Вы смотрели у меня ролик про газлайтинг? Когда тебе начинают внушать, что ты это делала методично. Ты это делала. Ты это делал. Ты это чувствовала. Ты это чувствовала. Ты вот это сейчас чувствуешь. Понятно? И ты в какой-то момент начинаешь в себе сомневаться. Я в какой-то момент подумала, может, действительно, я какие-нибудь поставила там нити и забыла уже. Может, действительно, какой-то липолитик подбородок колола. Просто не помню уже. Ну, хреново надо. Может, было. А вдруг там я что-то... Может, какой-то филер ставила. Вроде не ставила. Да? Вот когда тебе массировано вот так вот пишут, 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 ты начинаешь в себе уже сомневаться. Или когда тебе пишут, Степановша Латанка, у него нет психологического образования, у него нет образования. Я думаю, может, у меня действительно нет образования. Может, мне показалось, что я училась. Или, может быть, я училась, иногда, может быть, недостаточно училась. Да? Вот такие вот постоянные какие-то... Это же сотнями пишут. Вот почему, кстати, вредно читать комментарии, потому что они сотнями приходят. И очень в большинстве своем очень часто они такие негативные, эти комментарии. Вот они льются. Так вот, посмотрите, этот комментарий называется чистой воды газлайтинг. Вот и все. Соответственно, вот и таких комментариев очень-очень много относительно внешности. Соответственно, нет, ничего я не кололу свое лицо. Но собираюсь это сделать, не знаю только когда. Надо подумать. Надо подумать. Короче, возвращаясь к этой внешней оболочке. Значит, нивелировать наш бобизм, который у нас вылезает с годами. Он вылезает. Во всем вылезает и сквозит. Поэтому старайтесь этот бобизм как-то по какой-то там... По какому-то моменту его минимизировать. Идем в ногу со временем, короче. Вот мне так часто пишут, Роника, вы в 90-х застряли. Может быть, кстати. Может быть. Я же женщина из 90-х. То есть вполне может быть, что какие-то такие из 90-х вылезают у меня там макияж какой-то. Они актуальны. И поэтому надо почаще быть с молодыми, так сказать. Молодые тенденции смотреть. Куда там наша молодежь идет. Чего-нибудь там намазали. Тоже там нам... Правда, и вот эта тенденция очень широких бровей, я ее не подхватила, допустим. Ну, это жуть какая-то. Сардельки были одно время. Сейчас хоть более-менее что-то приличное. Короче говоря, знаете, что я еще хочу попросить вас, ребята? Смотрите, пожалуйста, фильм «Меланхолия». Хорошо? Там играет Шарлотта Гинсбург и Кирстен Данст. Пожалуйста, посмотрите этот фильм, потому что через два дня мы его будем с вами разбирать. Вот этот ролик я выложу, скорее всего, в понедельник. А уже в четверг смотрите, пожалуйста, «Меланхолию». Хорошо? Ларс фон Триер, его снял этот фильм, очень мощный, сильный, конечно, режиссер. Посмотрите, пожалуйста, этот фильм. И не просто его смотрите. Вы же любите психологию, правильно? Смотрите его с точки зрения психолога. То есть что стоит в основе, что на самом деле происходит. Не просто как обыватель, а уже как психолог. Я вот даю вам такое домашнее задание. Прямо прописывайте это в голове. Мы с вами его разберем. Хорошо? Все, я вас целую, обнимаю. Надеюсь, вы поняли, что я имела в виду про нашу молодость. Я вас целую, обнимаю. Жду вас на своих консультациях по скайпу. Подписывайтесь на меня в инстаграме, пожалуйста. В инстаграме подписывайтесь, потому что я там же тоже интересненькое всякое выкладываю. Вот. И все. Больше мне ничего вам сказать. И на мой ютуб тоже подписывайтесь. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok